Ножа свободна, можно вынимать ее, за подмышки аккуратно, вытаскиваем так, чтобы нога скользила. Куртку дайте кто-нибудь. Любая экстремальная вылазка, соревнования, путешествия, поход, особенно в отсутствии людей и помощи, может стать трагической и последней в жизни. Как и вот в этой ситуации, все было очень непросто. Но давайте обо всем по порядку. Смотрите дальше. Ребят, всех приветствую. Ну что ж, мы приехали на вездеход Трофи, где собралось более 40 машин, участников только. Сейчас проходит брифинг первого дня соревнований. Это будет триал такой, это будет заплыв, будет гонка на скорости и будет преодоление препятствий. Хочу всех поприветствовать, поблагодарить за то, что вы все приехали на это действительно уникальное соревнование для нашей страны. Мы от канала нашего, от партнеров нашего канала будем представлять тоже призы, пусть они будут небольшие, но все-таки приятные. Это будут и ножи, это будут и гермосумки и, конечно же, наш главный приз за волю к победе. Самому уставшему, самому поломанному, но зато самому сытому это будет гриль-о-гриль. Который нас сейчас управляет. Так что, ребята, если вы не пришли первыми, то приходите последними, отрывайте колесо. И мы потом совместно на награждении все решим, кто будет этот... А еще обещали, что ты будешь спасать потерявшихся. Спасать потерявшихся? Ну, естественно, возможно, позже это будем делать. Во время гонки, к сожалению, я хочу больше как можно заснять, чтобы потом все могли, не только мы, кто присутствует на трассе, и все зрители могли увидеть, как это происходило, хапнуть этого духа соревнований. Ну и что, хочу пожелать всем удачи. Первых мест на всех не хватит, ребят, но все, все участвуют и все к ним стремятся. Удачи вам всем. Чтобы все прошло. Ну, пожалуйста, спасибо, Герасим. Такие маленькие зрители. Сериалы проведем обязательно. Давайте походим немножко по лагерю, посмотрим, какие машины приехали, кто участвует. Ну, и, естественно, перейдем сейчас к просмотру самих соревнований, которые буквально через полчаса начнутся. Хищник участвует первый раз. Вот такая интересная котлетка. Вот пневмодиск, это контора как раз, которая производит тоже лесник. У них есть еще производство, производят диски для любых вездеходов. Поэтому, если вы задумались строить вездеход, обращаемся к пневмодиск, говорим, что у нас канал отбирается в шерп, и получаем бонус. Так, вот приехал Тингер. Тингер в прошлом году неплохо так выступил. В этом году они приехали на двух машинах. Одна боевая, одна разъездная. Будет. Ну, этого трудягу-доставателя самолетов вы все знаете. По прошлому вездеход Трофи, кому неизвестно, заходите на канал, смотрите вездеход Трофи 2017. Это у нас победитель вездеход Трофи 2017. Прошлого года абсолютный чемпион. Ну, не вот именно этот вездеход, а это модель лесник Экстрим. Тут он уже представлен в новой комплектации. Это у него жесткая кабина сделана. Кто-то говорил, что как там в тенте можно жить. Вот сейчас она достаточно жесткая. И, в принципе, здесь можно на корчиках под ним пройти спокойно. Вот так вот. Экипаж из трех человек будет штурманом. Андрей Иванов, производитель этого вездехода. И, ну, видите, максимально облегчили машину. Максимально, я думаю, даже бак сняли и двигатель. У машины педальный привод. Заклеен номер, значит, будут нарушать и под камерами превышать скорость. По-любому. Так, а вы участвуете или зритель? Участвует, участвует болотоход. Доброе утро. Доброе утро. О, активно идут записи участников. Вновь привыкших. Здрасьте. Здрасьте. Ребята, даже с Тюмени приехали, представляете? Сколько ехали вы? 3 300. Пока что это рекорд. Да, пока что это рекорд. Ждем Владивосток. Папарацци. У нас все ходы записаны. Так, ребята, Шерпов прибывает. А где гусеницы? О, готово все, да? Обувка готова, да? Да, они плавающие. Понятно. А чем-то заполнена труба, да? Велотермом. Ага. Вот такой птозавр. Полицейская собака. Опасная. Опасная полицейская собака. Ну вот. Герасим снимает видео для своего канала. Ребята узнали? Это же легендарная личность. Герасим, спасибо. Рад знакомству. Вот, ребята, видите, канал. Жизнь в России в наше время. Вот и тоже тематика такая вездеходная и внедорожная. Так. Ну и, конечно же, главная интрига нашего соревнования это вездеход Бигбо. Экипаж усиленно готовится, забивает желудки калориями. Сейчас давайте подойдем поближе, посмотрим его. Может, даже потом бибикнуть нам дадут на нем. Ну что же вы делаете? Кто же перед соревнованиями-то кушает? Вы же тяжелые будете. Ну вот, машина боевая. Вы ее видите вот такой вот бодрой и веселой. Крайний раз, я думаю, после трассы она немножечко лоск свой собьет. Если пойдет на трассу. Ребят, ну что я скажу? Внешне красиво, но вот я пока, опять же, не пробовал, а пока не попробовал, ничего вам не скажу. Потому что мы с рекламных буклетов не рассказываем. Только все, что проверили сами. Слушай, ребят, вот прибывает шерпов 1, 2, 3, 4, 5. Вот шестой наш. Вообще было заявлено 7 в гонку. И 2 шерпа должны были приехать. Вот наши и Андрей из Ростова приехали просто поездить. Мишаня. Ну все, все, прям прицепами шерпов уставлено. Все, все заняли места. Важные и нужные. А прошлый год ни одного не было. А тут как налетели, как налетели. Видать, канал наш посмотрели, просто узнали, что соревнования проходят. И поприехали. Ну так здорово. Так, заплывут, готовят лодочные моторы. Вот видите, все во все оружие уже. И каска, и очки готовы. Все готово. Нет, у них карки. А вот у нас Алексей Маратович. Сейчас мы его подловим на чем-то. Что-то он туда загружает. Наверное, закись азота какой-то. Да, да, да. Вот такой вот оранжевый закись. Алексей Маратович не участвует. Потому что, ну, пришлось бы просто полкоровы отрезать, сразу подарить. И, да, увы, это так. И остальной приз разыграть между всеми. Ну я вот раз и проходил вот эти короткие. Просто проверял, насколько она затратная по времени. Ну и прошел в среднем темпе и в очень медленном. Соответственно, сделал вывод, какой можно дать норматив. И будем давать норматив с хорошим запасом. Но, тем не менее, норматив будет на трассе, чтобы очень сильно не затягивать мероприятия. Ну, мы смотрели треки. Я думаю, трасса будет интересная. Ну, сейчас речь идет про короткие заезды. А, про короткие заезды. Да, про спринтерские дистанции. А я уже говорю про завтра. Про марафончик? Да, да, да. Конечно, все это делается не ради коротких заездов, а ради марафона, ради большого... Но сейчас надо разогреться. Да, это... Ну, это зрители, журналисты. И как вот им по болотам, это нереально вообще. Всю трассу. Вообще, трофические дисциплины очень сложны для освещения журналистами и для посещения зрителями. Именно для этого мы и здесь. Да, и вот только такие... Постараемся осветить это как можно объемнее. Такие люди, как Герасим, они вот могут за счет своей техники, за счет своих уже наработок пройти всю трассу и непосредственно с места события вещать о происходящем. Ну, что ж, пожелаем удачи. Не будем отвлекать Алексея Маратчева, потому что времени очень мало на подготовку осталось, а дел очень много. Пойдем дальше. Да, надо приехать на старт. Да, пойдем дальше. Интересный тридцикл сделали. Полноприводный. Полноприводный. Ну что ж, посмотрим. Посмотрим, как он будет себя вести. Так что, что, желаем удачи вам. Спасибо большое. Ну, команда лесника, как обычно, питается. У них третий завтрак проходит сейчас. Третий завтрак. Им это необходимо для балансировки. Для проходимости вездехода. Чтобы скользило, как по сковороде. Тело в масле. В Вологодском. Видите на завтрак. В Вологодском масло. На самом деле вкусное. Вологодские продукты вообще вкусные. Мороженое вкусное. Масло вкусное. Девочки и вездеходы. Я уже сказал, что самые лучшие пневмодиски для вездеходов делаются тоже на Вологде. Ну что ж, желаю всем удачи. Если не самой главной победы, то хотя бы маленькой для себя. Не, нам гриль не нужен в этом году. Не нужен гриль? Нет, гриль в этом году. Да, вот обладатели в прошлом году заволят победе. Гриль у нас будет. Ну что, может разберем ромба все-таки? Так это самое. Не, не надо. И передок только приедет. В этом году нам диски. Если только... А, диски вам. Первое место все, да? Да. А нам, Герасим Васильевич, может по ножу презентовать. Мы нормально будем. По ножовщину, чтобы устроили. А где по Вологодскому? По якутскому. По якутскому. Ну, якутские ножи будут, да, тоже участвовать в призах. Я надеюсь, вы нам подгон сделаете. Стальные бивни. Это ножи, которые проверило время. С которыми не хочется расставаться. Отличный инструмент. Верный помощник и друг в ваших руках. Наш выбор. Якутские ножи от стальных бивней. Пусть это станет и твоим выбором. Ну что, народ, привет. Ну вот оно и состоялось. Вездеход-трофи. К нам подходят подписчики. Здравствуйте. Вот, Вадим Куликов. Здравствуйте, Михаил Юрьевич. Наш. Наш. Сосадник. Да, сосадник. Наш один из самых преданных подписчиков. Я, кстати говоря, моя голова почует на подарки от Вадима. Я сплю на подушке, которую мне подарил. Стирать не забывай. Браво, руля! Загибай! Вот так вот, ребят. Представляете, а он будет еще спереди с пилой сидеть и деревья косить просто. Вчуп, вчуп, вчуп. Меня какой-то мужик снимает. Нет. Даже не знаю, что с ним сделать. Это, кстати, Вадим Куликов, который наш друг и товарищ, который нас не раз выручал и вот приехал посмотреть, понаблюдать, встретиться, поздороваться. Вот это крокодил. Моделист, конструктор, это я понимаю. Так, ну что, ребят. Просвистел третий свисток, звонок, не знаю, как его обозвать. Началась движуха, сейчас будут веселые старты. Так, народ подкрепляется всячески разными. Не знаю, что там. Чай. Чай. В этом году гораздо больше участников, много прицепов-отшерпов, что говорит о том, что где-то они тут уже разбрелись. Вот так выглядит докатка для вездехода. Приветствую. Точно не было. Ну, прям как мини-танк. Давай, давай, родненький. Сейчас мы всех порвем, поедем. Сейчас всех по бедяку селаем. Оба-на, оба-на. Печерком. Вот это да. Легко. Ну что, все потихонечку подтягиваются к месту старта. Так, вот он, знаменитый вездеход Алексея Маратовича. Как говорится, ничего лишнего. Все в угоду проходимости. Здравствуйте, здравствуйте. Очень приятно. Что-то рассветочку поменяли, да? Да. Ну, решили что-то повеселее сделать. Прям нарядный получился. Прямо, вообще, прям, глаза. Аж это. Нарядный получился. В инстаграме увидел, думаю, фига, прям, вообще здорово. Ва. Вы участвуете? Да, на одном в этом году. На одном машине, да? За рулем в этом году. Нет, не буду. Ну, понятно. Вот Алексей Маратович как раз поехал показать трассу. Ой-ой-ой, какие повороты, а. Уже подъем. Уже подъем. Ну, опять, сразу подчет. Давайте его поставим. Смотри, у камней. Вот. Очень много народу. Людненько. Вот. Первый шерп. Поехали. 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 Вот так прошел трассу первый вездеход в зачете. Ну и, конечно, победителя покажет соревнование. Только вездеходов заявлено более сорока. Да. Поехали. Боец какой, тоже поедешь, да? Молодец! Субтитры делал DimaTorzok Смотрим, ждем, кто будет следующим, покажем им, конечно, не все соревнования, а самые интересные моменты какие-то, потому что это будет очень долго происходить, машин очень много Суровым взглядом Я только время застеку, а так? Пошел! Терашев, как следующие лайки! Субтитры делал DimaTorzok Бокатир! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Смотри, переломка не может первой поворот Кто, кто это сказал? Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Вездеходы Лесник серии Лесник М Экстрим и Профи Надежные, неприхотливые, с оптимальной проходимостью и оптимальной ценой То, что надо для тебя и для твоих увлечений При покупке приятный бонус по коду GERASIMSHERP Подробный обзор вездеходов в описании Опа, лихо, лихо, лихо Лихо, лихо, лихо Лихо помчался Вот так не жалею катков Позвоночник, конечно, встряхивается И серьезно Молодцы Молодцы, очень хороший результат показывают Здорово, но долго я бы такого не выдержал Ребят, ну вот что могу сказать Тингеры Алексея Маратовича обогнали на 3 секунды Ну, у Алексея Маратовича есть действительно уважительная причина Можно показать? Сломана левая рука, которая как раз рулит, поэтому он рулил правой рукой И показал вот такой результат Очень хороший результат, между прочим Я, честно сказать, думал он левая рулит Саша молодец вообще Молодцы, молодцы, хорошо они прилетели Вообще, вот сколько я смотрю по другим соревнованиям Вот именно боец Трасса совсем не для гусеничника Камни, ну, не смущает человек А они пролетели прям Знает, где педаль газа знает Так что, приятно со стороны смотреть и результат хороший Молодчина О, старался А сколько? А сколько? А? А свободный ехал Ех, всё Разорван круг улыбайся тебя снимают учу ради рекламы не сделай что побольше логотип нужен академик чтобы внести ну чтож это соревнование техника любая может ломаться и вот что-то происходит у вездехода лома лес что-то он у нас не хочет лес ломать не как есть контакт рекламная пауза так что намечается какая-то наверное все-таки эвакуация ну как говорится трасса забирает свое ничего с этим не поделаешь ну чтож если какая-то поломка вездеходе неизбежно то пускай лучше она произойдет здесь чем на трассе так что в общем то может не может а точно потешит эти вот старты они очень полезны а а а а а и и и и и Продолжение следует... 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 ну вот ребят мишка все-таки поломался до чтобы вам показывать эти кадры мишане пришлось упать на лету сделали замедление мишка красиво будет падать так знаете как мы можно кровью крови первая кровь все теряю все доктора нам доктора и ну а и и и и и и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...